доброго часа уважаемые друзья смотрите какая пена течет водичка естественно намывает вот такую вот природную пену и это я на водопаде каскаде вентас румба кулдыге город кулдыга прекрасная весенняя погода и вот этот вот порог румба по-латышски или каскад можно назвать считается как самый длинный водопадик в европе около 250 метров достигает длину хотя высоту он конечно же небольшой поэтому это не совсем настоящий водопад а больше такие пороги порог ну и вот такое окружение тут вот интересное с исторической застройкой а еще посмотрите как прыгает лосось вот одна особенность прыгающая рыбка здесь кулдыга город небольшой едва ли 10 тысяч населения наберется но очень душевный поэтому я здесь похожу и покажу вам местность а это общий вид на порог на этот водопадик с кирпичного арочного моста который был в кадре уже и тут отсюда тоже можно увидеть прыгающую рыбку на самом-то деле кулдыга снова до музей с вот он здесь шикарное историческое здание бывшая вилла бангерта вот что мне нравится что здесь вообще большая зеленая зона парки шикарные единственная зелени немного не хватает ранняя весна еще мало что распустилась соломенная крыша и резные латвийские орнаменты в общем гуляем тут по парку в парке много скульптурных композиций вот такие как это еще тут много что установлено с советских времен ландшафт видите перепад высот там тоже еще одна каменная композиция все они подписаны тут можно ходить читать чему приуроченное что они значат много зелени травы на траве то в принципе детвора может бегать можно там ходить не знаю может даже пикник можно организовать посидеть на там разложиться чего-нибудь но и пройдя немного вперед вот видите тут историческая застройка много зданий из кирпича черепичные крыши вот там домик какой шикарный тоже на возвышенности где лесенка в общем красота что тут говорить а вот это здание туалета но как вам такая кулдыга ступеньки попади в дом называется народ веселится 1907 год выглядит как не оборог ну и такие канальчики пронизывают центр кулдыги через них тут мостики переброшены в общем душевная такая картина это вот украшение цветочные скорее всего к пасхе сделаны в одном из домов вот так выглядит самый центр кулдыги исторические здания брусчаточка вот домики два-три этажа гостиница метрополь видите в самом центре много деревянных домов там вот с флагом впереди это здание ратуши вот если заглядывать в переулке как это все выглядит здесь интересная такая штука мыльные пузыри выдувает народу нравится это я у главной пешеходной улицы тут нарезка кадров различных магазинчики вот церкви и черепичные крыши обратите внимание что везде тут черепичные крыши по закону есть как вот это здание в стиле модерн 1910 год тут кирпичная архитектура чуть более ранее конец 19 века но самое типичное это вот один-два этажа такие небольшие семейные домики вот тут цветы в катках таких металлических неплохо так посажены есть что такое полузаброшенное такие переулочки с цветами в общем тут ходишь любуешься еще вам немного закоулков вот типичная кулдыга обратите внимание что черепичные крыши даже на зданиях советских эпох и на сараях вот как здесь ну и тут за закоулком очередным я попал к православной церкви кирпичной в таком неорусском стиле построена в 70-е годы 19 века это церковь пресвятой богородицы вот она как общим планом выглядит довольно такое интересное примечательное строение кстати тех же годов что и арочный кирпичный мостик 70-х 19 века ну а вот она какая малоэтажная кулдыга советская застройка тоже такая 2-3 этажа люди сами тут цветочки садят но встречаются и пятиэтажные здания вот это вот двухэтажное перед вами там центр вообще в небольших городах Латвии традиционно много реновированных советских домов но это не касается кулдыги здесь таких я пока видел по пальцам пересчитать как в Риге в основном они вот аутентичные в том виде как построены стоят от обедов мы вышли к речке Венти вот с другой стороны этого арочного мостика здесь видите посередине островки полуостровки вообще-то уже такая приятная атмосфера ну а дальше двинулись опять к центру вот и как вам продемонстрировать историческую застройку вообще как тут все выглядит это здание суда кстати двухэтажное историческое ну и скверы парки много зеленых зон в городе вот он какой большой водопадик и вот этот вот ручей канальчик впадает в Венту да да тоже ходит много людей дышат воздухом смотрят по сторонам там можно посидеть на скамеечке не знаю чай попить в общем-то это все спасибо за ваше внимание если будете в Латвии то по возможности побывайте в Кулдеге особенно в летнее время это такой очень аутентичный латвийский городок с наилучшими пожеланиями ваш гид Андрей с наилучшими живы все как пахнет с наилучшими все как пахнет помещи пахнет ну и там